Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Добро пожаловать на программу «Иисус Целитель». Мы так рады, что вы с нами. Сегодня мы продолжим тему, начатую в предыдущем эпизоде. Мы учили о том, как получить чудо. Какова наша роль в получении чуда? Пожалуйста, возьмите свою Библию, блокнот, ручку или карандаш и учитесь вместе с нами. А главное, всем сердцем верьте. Вовлекайтесь. Высвобождайте свою веру. Не просто сидите и слушайте учение, не применяя его к своей жизни. Станьте делателями. Станьте учениками. Это учение изменит вашу жизнь. Пожалуйста, откройте вместе с нами вторую главу Иоанна. И мы начнем читать с первого стиха. Нужно знать, как сотрудничать с Богом в чудесах, потому что однажды вам понадобится чудо. Однажды вам может понадобиться много чудес. Спасены вы или нет, любой человек в какой-то момент жизни нуждается в чуде. Поняв, что Слово говорит о чудесах, мы сможем целенаправленно сотрудничать с Богом, чтобы получить чудо. Нам не придется ждать и надеяться на чудо. Мы можем предпринять совершенно определенные шаги. У Бога есть чудо. Его сила готова действовать, но требуется сотрудничество с нашей стороны. Обратимся к Слову, чтобы узнать, какова наша роль в чуде. Так часто люди думают, что чудо абсолютно зависит только от Бога. Если Он пошлет чудо, замечательно, а если не пошлет, мы ничего не можем поделать. Слово так не говорит. Слово так не учит. Возможно, этому учит религия, но не Библия. Посмотрим, что Слово говорит об этом. Потому что Бог хочет, чтобы наши нужды были восполнены. Он не играет с нами в игры. Он хочет восполнения наших нужд. И в Своем Слове Он показывает, как нам с Ним сотрудничать. Нельзя просто подходить к Богу на основании того, что вы думаете. К Богу нужно подходить на основании того, что говорит Его Слово. Его Слово – юридический документ. Бог исполняет Своё Слово абсолютно каждый раз. Итак, Иоанна 2.1. Мы прочитаем о первом чуде в земном служении Иисуса. На третий день был брак в Канне Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. И как недоставала вина, то Матерь Иисуса говорит Ему, вина нет у них. Иисус говорит ей, что Мне и тебе, Жена, еще не пришел час Мой. Он, по сути, ответил ей, «Это Меня не касается». И тогда ее разговор с Ним был окончен. Она повернулась к слугам и сказала, «Все, что скажет Он вам, сделайте». Она кое-что знала об Иисусе, что Он по жизни говорил только то, что слышал от Отца. Поэтому она могла уверенно сказать слугам, «Все, что скажет Он вам, сделайте». Что же Он сказал им сделать? Он сказал им пойти наполнить водоносы водой. Затем они почерпнули этой воды и поднесли распорядителю пира, и вода превратилась в вино. Итак, во-первых, мы видим, что чудеса обходят все естественные процессы. Никто не сажал виноград и не ухаживал за ним, никто не собирал урожай. Виноградный сок не бродил, чтобы стать вином. Чудеса обходят естественные законы. Чудеса – это божественное ускорение. Ускорение, минуя все естественные процессы. Во-вторых, Мария понимала, что все, что Он скажет, нужно сделать. Иисус всегда вовлекал человека в получение чуда. Бог не просто действует независимо от человека. Бог дает нам что-то, чему повиноваться. Нуждаясь в чуде, спросите Бога, что мне нужно сделать, какова моя часть. Слово показывает нам нашу часть. В первую очередь, выполняйте Его Слово. И если ничего не меняется, пойдите к Нему и спросите, что я упустил, что мне еще нужно делать, что я проглядел. Так часто люди, нуждающиеся в чуде, просто сидят и ждут, чтобы Бог вмешался. И они упускают из виду свою роль. Ни один человек не получил исцеление во время земного служения Иисуса без повиновения тому, что Иисус сказал ему сделать. Каждому Иисус что-то сказал, возьми постель твою и ходи, протяни руку твою, пойди умойся в купальне Силаам. Иисус всегда говорил что-то сделать. Зачем Иисус дает нам что-то, чему повиноваться? Чтобы наше повиновение открыло дверь для Его силы. При непослушании дверь для Его силы закрыта. Зачем открывать дверь для Его силы? Затем, что Бог не действует в нашей жизни без нашего разрешения. Мне нравятся слова моего духовного отца. Бог – истинный джентльмен. Он не действует без приглашения. А дьявол действует. Дьявол заставляет, принуждает, понукает. Но Бог так не действует. Бог действует по приглашению. И своей верой мы приглашаем Его. Своим повиновением тому, что Он говорит сделать, мы приглашаем Его действовать в нашей ситуации. Людям так важно понять этот ключ. Нуждаясь в чуде, начните что-то делать. Что делать? Загляните в свой дух. Что Бог ведет вас делать? Что Бог говорит вам сделать? Нельзя просто делать то, что делал кто-то другой для получения чуда. Потому что Бог может повести вас иначе. Просто знайте, что вам нужно сыграть свою роль. Религии это не особо нравится. Потому что религия хочет все свалить на Бога. Если уж Бог хочет, чтобы у вас было чудо, Он что-то сделает. У такого мышления нет никакого основания в Писании. В каждом Божьем чуде был как-то задействован человек. Если вам нужно чудо, вам придется в него вовлечься. И если вы молитесь за чье-то чудо, возможно, Бог задействует вас. И ваша молитва один из видов вовлечения, не так ли? В-третьих, нам надо понять, что чудеса не всегда происходят мгновенно. Иногда это процесс. Шаг за шагом. Мы уже обсуждали, как Иисус шел по воде к Своим ученикам. Помните, была буря, ученики были в лодке, и Иисус пошел по воде. Вода бушевала, когда Он шел по ней. Он не дожидался, пока все успокоится, чтобы двигаться вперед. Не дожидайтесь, пока все будет в порядке, чтобы сделать то, что Бог вам сказал. Итак, Иисус пошел по воде прямо посреди бури. Когда Он приблизился к лодке, люди, бывшие в ней, конечно, испугались. И если бы вы были там, вы бы тоже испугались. Они никогда такого не видели. Для земного человека это было что-то новое. И Петр сказал, «Иисус, если это Ты, повели Мне прийти». Заметьте, нигде в Писании нет обетования, что каждое Божье дитя будет ходить по воде. Нет такого обетования. Мы здесь видим, что сделал Петр, но не было никакого места Писания, дававшего ему на это право. Так что за неимением Писания ему нужно было получить слово. Иисусу нужно было сказать ему, «Иди». Итак, если Бог хочет, чтобы вы что-то сделали, и нет конкретных инструкций, применимых к вашей ситуации, вам нужно дождаться того, что скажет Иисус. Его указаний для вас. Как же Он даст вам указания? Духом Святым. Дух Святой проговорит к вам. Каждому христианину очень важно понять, что Библия – общая Божья инструкция для всех его детей. Но в жизни нам понадобятся детали, о которых Библия не говорит. Библия говорит, что Бог восполнит все наши нужды, но Библия не говорит вам, какой дом купить, на ком жениться и за кого выйти замуж, на какую работу устроиться. Конкретные детали жизни Слово не расписывает. Поэтому нужно научиться следовать за Святым Духом. Дух Святой персонально раскрывает всю волю Божью для вашей жизни. Детали и конкретику жизни нужно узнавать через Духа Святого. Именно это Петр сделал в тот день. У него не было никакого местописания, дававшего ему право идти по воде. И он сказал, «Иисус, если это Ты, повели мне прийти». Это было мудро. Он не пытался идти по воде без Слова. Не двигайтесь вперед без Слова. Никогда не принимайте большие и даже менее значительные решения в жизни без Слова. Вам нужно знать, что говорит Слово. И об этом попросил Петр, сказав, «Если это Ты, повели мне прийти». И Иисус сказал лишь одно слово – «иди». Это одно слово дало Петру право идти по воде. Петр выбрался из лодки, ступил ногами на воду и пошел. Почему? Потому что он делал то, что сказал Иисус – «двигайся, иди в этом направлении». И пока он шел к Иисусу, он шел по воде. Но когда он перестал идти и начал разглядывать море вокруг себя, высокие волны, ветер, он увидел обстоятельства, перестал идти и начал тонуть. Заметьте, он получил чудо и потерял чудо. Чудо не произошло автоматически. Он не перенесся автоматически из лодки прямо к Иисусу. Это был процесс, который ему нужно было пройти. Чудеса часто происходят в виде процесса. И если что-то не происходит мгновенно, это не значит, что это не чудо. Не позвольте собственному мышлению ограничить вас. Если все не произошло мгновенно, то я не получил чудо. Это неправда. Дьявол использует такую стратегию и ход мысли, чтобы отговорить вас от чуда. Чудо может начать совершаться. Вы спросите пастор Нэнси, что значит начать совершаться? Как насчет улучшений в вашем теле? Как насчет улучшений при заболевании, о котором врачи сказали, что улучшений быть не может? Как насчет уменьшения боли, когда она не должна была уменьшиться? Как насчет приходящих денег? Вы еще не получили всю сумму, но деньги приходят. Это начало чуда. Не отступайте. Что это значит? Продолжайте повиноваться. Продолжайте повиноваться. Не переставайте повиноваться. Не переставайте верить, потому что чудо можно получить, но его можно и потерять, перестав делать правильные вещи. Пока Петр делал то, что сказал Иисус, шел к нему, сила поддерживала его. Но когда он перестал идти, силе нечего было поддерживать, потому что он перестал повиноваться. И тогда он начал тонуть. Многие получили и потеряли чудо, потому что думали, раз все не произошло мгновенно, значит, это не Бог. Не ограничивайте Бога мгновенным. И не переставайте верить. Бывало, я не удерживала веру во что-то. Возможно, и вы, взглянув на свою жизнь, говорите, я начинал верить и отступал. Но вы можете снова к этому вернуться. Возьмитесь за это снова своей верой, потому что в духовном мире ничто не портится, не пропадает. В духовном мире эта сила все еще доступна. И вы все еще можете к этому вернуться. Аминь. Продолжайте двигаться в соответствии со всем, что Бог сказал вам делать. Не останавливайтесь просто потому, что прошло время. Не позвольте ходу времени ослабить ваше послушание или уменьшить важность вашей роли. Важность вашего послушания. Иисус заплатил за все, что принадлежит нам, согласно Слову, и является частью нашего наследия. Чтобы у нас было все, чем он наслаждается. Чтобы мы жили в здоровье, победе, изобилии. Чтобы каждая наша нужда была восполнена. Чтобы мы были всем обеспечены. Мудрость, ясность. Все это часть наследия его детей. Все это нам принадлежит. Но нам нужно взять это верой. И как я говорила, в плане конкретики нам требуется водительство Святого Духа. Веря и молясь, «Отец, мне нужен дом. Следуйте за Духом в том, какой дом. Отец, мне нужна работа. Следуйте за Духом в том, на какую работу устроиться». Тут же идите искать. Встречайтесь с работодателями. Подавайте свои заявки. Действуйте. Не просто сидите дома, говоря «Я верю». Вера – это действие. Вера повинуется чему-то. Вера двигается. Чудо выходит навстречу движению. Навстречу вашему движению. Нельзя сидеть дома, бездействуя, и при этом думать, что чудеса просто свалятся на вас. Мне так нравятся слова доктора Лестера Саммерла, который многие годы был нашим пастором. Он говорил, «Когда мне что-то нужно, я начинаю что-то делать». Это правильное мышление – осознавать. Не только у Бога, но у меня есть роль, которую нужно выполнить. Доктор Саммерл осознавал, что нуждаясь в чем-то, нужно начинать действовать. Почему? Потому что тогда Бог сможет направить эти действия. Люди хотят, чтобы Бог направлял и вел их, но они ничего не делают. Бог не может рулить припаркованной машиной. Да и вы не можете рулить припаркованной машиной. Чтобы рулить, нужно двигаться. Чтобы управлять машиной и направить ее на определенную полосу, машина должна быть в движении. Точно так же с вами. Бог не может направлять неподвижных припаркованных людей. Двигайтесь. По меньшей мере, встаньте и начните двигаться в каком-то направлении. Аминь. Помните, на свадьбе в Кане Иисус сказал служителям наполнить водоносы водой. Что это даст? Наполнить водоносы водой. Так много труда, Иисус. Так много хлопот, Иисус. У нас других дел хватает, Иисус. Что даст наполнение водоносов водой, когда нужно вино? Просто делайте то, что Он говорит. Не пытайтесь разобраться. Все, что скажет Он вам, сделайте. Логично это или нет? Он скажет вам делать то, что нелогично, потому что Он обходит естественные процессы. Ваша логика способна просчитать только естественные процессы, а Он оставляет их в стороне. Аминь. Так что делайте все, что Он вам говорит, а не то, что вы просчитали, не то, в чем вы разобрались, не то, что вы можете измерить, не то, что вы предусмотрели в бюджете. Аминь. То, что Он скажет вам сделать, не будет логичным для вашего ума. Поэтому Мария сказала все, что скажет Он вам, сделайте. Не то, что вам понравится. Не то, что вы бы сделали. Все. То есть, выполните любые Его указания. Слово говорит нам, что Божьи мысли выше мыслей наших. Его пути выше путей наших. Божий образ мышления и действий отличается от человеческого. Вы бы никогда не додумались до того, что Он скажет вам сделать, потому что Его пути выше. Ну, наполнение водоносов водой, когда нужно вино, не похоже на высший путь. Это высший путь, так как он обходит естественные процессы. Аминь. Помните, Божьи мысли не ваши мысли. Не сдерживайте Бога, ограничивая Его своим мышлением. Пусть Его разум действует для вас. Не ограничивайте Его действия тем, что ваш ум способен придумать. Аминь. Итак, все, что скажет Он вам, сделайте. Ему не нужно, чтобы вы делали то, что вам удобно. Его не интересует наше удобство. Заполнить водоносы водой не было удобно. Иисус, почему бы нам просто не зачерпнуть воды этой чашей, и Ты сначала преврати эту воду в вино, а если получится, тогда мы наполним водоносы. Нет, Он хотел, чтобы все водоносы были наполнены. Не нужно устраивать Ему пробы. Тут не годится мышление «посмотрим, сработает ли», и если сработает, тогда мы полностью повинуемся. Никаких проб. Аминь. Аллилуйя. Он попросит нас сделать то, что неудобно. Но если мы заинтересованы в том, чтобы получить чудо, нам нужно повиноваться. Хочу просто напомнить вам историю в 17 главе Третьей Книги Царств. «Была засуха, женщина-вдова голодала, и Бог послал к ней пророка Илью, сказав, «Я повелел женщине-вдове кормить тебя». А пророк был у потока Харафа, вороны приносили ему хлеб и мясо два раза в день. Бог сверхъестественно кормил его. Бог использовал птиц, чтобы кормить мужа Божьего. Женщина же нуждалась в чуде. Был голод. Ее сын голодал. Она была вдовой, и она сама голодала. У нее не было никаких запасов дома. И Бог послал к этой женщине своего пророка. Зачем? О пророке хорошо заботились птицы. Но Бог не птиц заинтересован благословлять. Он заинтересован благословлять людей. И Он ищет тех, кто повинуется Ему. Итак, пророк пришел в Сарепту, увидел эту вдову. Она собирала дрова у ворот города. И он сказал ей, «Женщина, дай мне воды». И она пошла за водой. Почему? Потому что это общественный ресурс. Воды явно было немного, но она знала, где был колодец с водой, и пошла за ней. И когда она отправилась за водой, повинуясь просьбе пророка, Илья дал ей второе повеление. Бывает, Бог не просто дает одно повеление. Бывает, приходят дополнительные повеления. Почему? Бог ведет вас ближе к чуду. Итак, она делает то, что сказал пророк. Идет за водой, а он кричит ей вслед. «Кстати, возьми для меня и кусок хлеба». Тут она останавливается. Тут она останавливается. Минуточку. Почему? Это уже не общественный ресурс. Это личный ресурс. Пророк уже посягнул на ее кухню. Она знает, моей еды хватит только для нас. У меня осталась всего одна порция для нас. По-человечески нелогично отдать последнюю порцию незнакомцу. Ребенок голоден. Вы сами голодны. И нелогично отдать последнее. Но делайте то, что говорит Бог. Все, что Он говорит вам, все, что Он говорит вам, даже хотя это нелогично, даже хотя это неудобно, «Просто делайте все, что он говорит». В итоге она послушалась пророка Божьего, и вы знаете, что произошло. Мука и масло не заканчивались во все время голода. Катка и кувшин не переставали изливать все необходимое обеспечение. Вдова и не догадывалась, что у нее будет бездонное обеспечение. Она просто сделала то, что сказал пророк, хотя это было неудобно. Служителям было неудобно заполнять водоносы водой. Бог пытается дать вам чудо, и не надо мыслить привычно по-человечески, а удобно ли мне это? Я вам скажу, что неудобно. Не получить чудо – вот что неудобно. Аминь. Итак, все, что скажет он вам, сделайте. Некоторые люди, имеющие нужду, говорят, «Ну, я не слышал, чтобы он мне что-то сказал сделать». Я вам гарантирую, если вам нужно чудо, Дух Святой уже работает над вами и показывает вам следующий шаг. Я вам гарантирую. Нет, возможно, вы не слышите голос, и не происходит ничего зрелищного, но внутри, в вашем духе, есть ощущение. «Думаю, мне нужно сделать вот это». И вы даже не знаете, откуда вы это знаете. У вас просто есть ощущение. Следуйте за тем, что в вашем духе. Это не всегда громко. Его указания не всегда приходят в виде сверкающей неоновой вывески. Есть просто водительство. Вам просто что-то кажется правильным. Это водительство Святого Духа, когда в вашем духе есть мир по этому поводу. И, возможно, иметь мир в духе, чтобы сделать что-то при этом, не имея мира в голове. Игнорируйте голову. Наполняя водоносы водой, служители игнорировали свою голову. Зачем мы их наполняем? Просто продолжаем наполнять. Просто продолжаем наполнять. Поступайте так же. Не побоюсь сказать, что каждый христианин, нуждающийся в чуде, уже знает, что нужно делать, какой следующий шаг нужно предпринять. Бог не оставляет нас в темноте. Он ведет нас своим духом. Иногда людям просто не нравится то, что они знают. Им не нравится полученное указание. Они не хотят исполнить то, что им подсказывает их дух. И они пропускают это мимо ушей, притворяясь, что не знают, что делать. Но я снова скажу, все, что Он говорит вам, делайте. Теперь обратим внимание на следующее слово, сказанное Марией служителем. Все, что скажет Он вам, сделайте. Все, что Он скажет. Не то, что говорят другие люди. Не то, что говорят ваши финансы. Не то, что говорит экономика вашего региона. Не то, что говорит ваша зарплата. Не то, что говорят ваши родственники. А родственники, не стесняясь, говорят вам, что делать. И даже не то, что говорит ваш разум. Не то, что говорят ваши человеческие расчеты. Все, что скажет Он вам, сделайте. Почему? Потому что успех заключается в том, что Он говорит. Успех не зависит от того, что говорят другие люди. Успех зависит от того, что Он говорит. Иногда Он может вложить ваш ответ в чьи-то уста. Например, у вас есть пастор, и Бог вкладывает ответы для вас в уста вашего пастора на каждом служении. Бог будет говорить вам через людей. Бог будет говорить вам через пастора. Но вам нужно распознать, что приходит от Бога, а что просто от человека. Не бегите впереди Бога в попытке чего-то добиться. Ничего не добавляйте к тому, что Бог сказал, и не убавляйте. Именно так мы иногда промахиваемся, добавляя что-то к Его словам или убавляя что-то. Просто делайте в точности то, что Он говорит. Как Он говорит вам? Через Своё Слово и через Свой Дух. Аминь. Итак, Бог даёт общие указания всем Своим детям через Слово, а конкретные указания для вашей жизни приходят через Святого Духа. Во-первых, исполняйте Слово, и если нужны дополнительные указания, Дух Святой вам скажет. Аминь. Делайте всё, что Слово говорит вам делать. И если нужно сделать что-то ещё, Дух Святой поведёт вас. В следующем эпизоде мы поговорим о том, как распознать водительство Святого Духа. Не пропустите. Аминь. Так замечательно познавать истину вместе. Научитесь умело применять Слово, и вы будете благословенны. Бог да благословит вас. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнёрам служения Дюфрейну. Продолжение следует...